Во имя Отца и Сына И Святаго Духа. Аминь. Житие преподобного Отца нашего Григория Декаполита Преподобный Григорий родился в городе Иринополе в Десятиграде от христианских родителей Сергия и Марфы, благочестивой и богобоязненной женщины. Восьми лет он отдан был для научения грамоте и еще в юности хорошо изучил Слово Божие и отличался усердием к Храму Божию. Стремясь к Небесному, он возненавидел все земное, не вкушал приятных для вкуса снедий, употребляя лишь простую и грубую пищу. Отказывался носить богатые и мягкие одежды, сам пропитывал себя рукоделием, отдавая остаток бедным. Часто он удалялся в безмолвие и там наедине молился Богу, чтобы он удостоил его быть верным рабом его. Когда Григорий достиг совершеннолетия, родители намеревались женить его, но он тайно убежал и удалился в один пустынный монастырь, где принял иночество и ревностно подвязался в посте и воздержании, в молитвах и непрестанных ночных бдениях, возлагая на себя всякие тяготы самой строгой иноческой жизни. Между тем, вскоре отец Григория умер. Благочестивая же мать после долгих поисков, нашедшей его, не только не укоряла, но и одобрила его намерение посвятить себя иноческим подвигам. Она просила его только перейти в другой монастырь, где находился и брат его. Повинуясь воле матери, преподобный переселился туда. Но когда он узнал, что настоятель монастыря того иконоборец, то как горячий ревнитель православия обличил его перед всею братью. Тогда настоятель в ярости жестоко побил его, после чего Григорий ушел в другой монастырь, где настоятелем был родственник его матери, Симеон. С радостью встретил Григория Симеон. Как муж опытный в подвижнической жизни, наставил юношу на всякую добродетель. Прожив здесь около 14 лет, преподобный Григорий заслужил общее уважение, и все стали почитать его за добродетельного и святого человека. Преуспевая в глубоком смирении и желая соделаться с совершенным иноком, он испросил у настоятеля позволения поселиться в уединенной келье, дабы не имея никакого жительского попечения проводить время в безмолвии. Настоятель, провидя благое произволение его, отвел ему для подвигов одну пещеру в глубокой отвесной расселине. И начал святой еще с большую ревностью подвизаться в той пещере. Но несмущаемой молитвой людской он потерпел здесь великое беспокойство от демонов, которые всячески озлобляли и искушали его, стараясь прогнать его из их жилища. То угрожали они ему, крича, «Уходи из нашего жилища, иначе много пострадаешь от нас!» То устремлялись на него, принимая вид страшных скорпионов, но он оставался неуязвимым и неустрашимым. Когда стоял он на молитве, бесы уязвили его руки и ноги, но он пренебрегал наносимыми ему язвами, считая их ни во что. И бесы со срамом удалились. Спустя немного дней они явились к нему в виде воинов, угрожая его убить, но он сотворил крестные знамения, и они исчезли. После того явились они святому, блистая светом и говоря, что они сорок мучеников и пришли дать ему благодать и силу против демонов. Но он, провидев их козни, запретил им, и они снова исчезли. Также бессильны были и другие искушения, ибо благодать Божия содействовала ему и истребляла в нем все прирожения плоти. Вскоре после того Господь сподобил своего верного угодника дивного посещения. Григорий пришел в состояние как бы некоего восхищения, во время которого явился ему с неба блистающий свет с неизреченным благоуханием, наполнившим пещеру и оставшимся в ней в продолжении многих дней. О семь чуде святой счел должным сообщить своему настоятелю, дабы спросить его, как человека опытного в духовной жизни, от Бога ли сие видение или не действие ли оно дьявола, посланное для того, чтобы соблазнить и прельстить его. Внимательно выслушав рассказ Григория, настоятель успокоил его и сказал ему, чтобы он не имел никакого сомнения, ни страха, но что это свет божественный, который своим благовонием прогнал смертное зловоние духа лукавого. «Трудись в подвиге сколько можешь», – заключил старец, уповая, что ты имеешь Бога себе помощником. И действительно, святой Григорий от благодатного видения того исцелился и освободился от удручавшей его болезни телесной и от болезни душевной, плотского соблазна, которым хотели прельстить его демоны, и от всех их злокозненных искушений. С того времени блаженный еще более усилил свои подвиги и молитвы, непрестанно взывая к Господу из глубины души. Преодолев таким образом дьявольские козни, преподобный Григорий за свою святую и непорочную жизнь сподобился от Бога благодатного дара чудотворений. И так как не подобалось ему божественному светильнику церкви оставаться под спудом, то Господь возвал к нему с неба, как некогда к патриарху Аврааму. «Григорий, если желаешь достигнуть совершенства, и зыди от земли Твоей, и от родства Твоего, и странствуй во благо Своё». Повинуясь ему божественному глазу, Григорий, оставив пещеру, направился в Эфес, чтобы найти корабль для отплытия в Константинополь. Церковь Константинопольскую в то время обуревала иконоборческая ересь, и, ревнуя о славе Божьей и чистоте православия, святой намеревался вступить на защиту его и изобличить лжемудрование еретиков. Но промысл Божий судил иначе. Святому Григорию надлежало, согласно божественному призыву, всю остальную жизнь свою провести в странствованиях. «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» Послание к евреям, глава 13, стих 14 «Подобно Господу нашему Иисусу Христу, бывшему странником на земле и не имевшему где преклонить голову» Евангелие от Матфея, глава 8, стих 20 Отправившись из Ефеса в Константинополь, преподобный по дороге остановился сначала в Праконисе, где один бедный человек, несмотря на строгие указы царей иконоборцев, запрещавший принимать к себе иноков, радушно принял его в своем доме ради Господа, за что Господь и обогатил его в продолжении немногих дней. Отсюда святой направился далее в Византию, но, встретив препятствие к тому, познал из всего, что нет воли Божьей на путешествие его туда, и отправился в Энос. Здесь он получил жестокие побои от одного всадника, возбужденного к тому дьяволом. Но праведный, претерпевая удары, молился Богу, чтобы он простил его обидчика, и последний, видя кротость, его раскаялся, просил прощения и получил от преподобного наставления впредь никого не обижать. Отправившись отсюда на корабле, преподобный прибыл в Христополь, оттуда переправился в Солунь. Пробыв в Солуне немного дней, святой Григорий отправился сухим путем в Коринф. Отплыв отсюда в Рим, он по дороге остановился на некоторое время в Регии. Здесь некоторые люди, видя, что преподобный ничего не имеет, дали ему некое количество золота. Святый же, хотя и не знал жертвователей, но по божественной благодати прозрел, что дано ему золото, приобретенное неправдою. Посему, желая научить, чтобы воздерживались от неправды, изобличил виновного и возвратил неправедно приобретенные деньги. Оставив Регии, святой отправился далее в Рим. На пути один из плывших упал судно в море подле берега, где им следовало выйти на сушу, чтобы идти в Рим. И вот совершилось чудо, ясно засвидетельствовавшее, что на преподобном почивает благодать Божия, ибо он одною молитвой вынес его на землю и спас от неминуемой гибели. Прибыв в Рим, преподобный Григорий три месяца пробыл в безмолвии, в одной уединенной кельи, так что никто и не знал о нем. Но один бесноватый сделал известным его пребывание в городе, ибо святой исцелил его, изгнав из него духа нечистого, и все стали считать его за святого. Тогда Григорий удалился оттуда и, прибыв в Сицилию, заключился в одной башне и пребывал в ней в молчании. Здесь напали на него демоны, истребили рогожу, на которой он спал, и всячески искушали его, и причиняли ему различные злокозненные действия, но он молитвою прогнал их. Здесь же он спас от вечной гибели одну женщину-грешницу, бесчисленными хитростями склонявшую мужчин, особенно корабельщиков, прибывавших из чужих мест, к нечистоте блуда. Угрожая ей вечными мучениями, святой своими убеждениями довел ее до того, что она отреклась от мира, приняла иночество, и вместо плотской скверны обратилась в монастырь. После того пришла к преподобному Григорию в башню одна беснуемая женщина, и он молитвою своею прогнал из нее демона. Много и других еще чудес сотворил он на этом месте. Когда все узнали об этом и стали почитать его, то святой удалился и оттуда. Однажды путешествуя, он встретил войско сарацин. Один из них поил при колодце коня, и когда святой подошел, тот направил копье, чтобы убить его. Но вдруг рука его остановилась в воздухе, так что он не мог опустить ее. Тогда он пошел за преподобным, умоляя его об исцелении. Святый, прикоснувшись к его руке своею, исцелил ее. Далее на пути встретил святого, один жестоко мучимый бесноватый. Умилосердившись над ним, святой сотворил молитву к Богу, и демон оставил страждущего. Наконец Григорий снова прибыл в Солунь и поселился там в монастыре святого Мины. При этом он пребывал в такой нищете, что не имел никакой пищи, ничем бы покрыться, а носил только одну одежду, которая служила ему и днем, и ночью. Когда он чувствовал непреодолимый голод, то выходил из церкви и если видел где-либо трапезнующих, то входил к ним и вкушал с ними немного пищи. Но потом он почувствовал, что не должно ему питаться от чужого труда не трудясь, и решился пребывать в храме без пищи до тех пор, пока Господь не пошлет ему помощь свыше. И Господь, пропитавший некогда пророка Илью через ворона, Третья книга царств, глава 17 стих 6, и многих других добродетельных рабов своих чудесным образом, не оставил без помощи верного раба своего. По внушению свыше, одна боголюбивая вдова каждодневно доставляла ему пищу. Вскоре преподобный Григорий прославился по всей окрестной местности своими чудотворениями. Так, однажды пришла к нему одна бесноватая женщина и просила у святого помощи на возобновление ее небольшого домика, так как он обветшал. В ответ на ее просьбу святой сказал, «Иди, начинай дело, и Бог, отец-сирот, пошлет тебе помощь». Женщина с верой пошла и начала копать землю, чтобы положить зданию основание. И вот с того места полилась в безмерном множестве смола. Женщина продала ее и на вырученные деньги не только выстроила домик, но еще и питалась от продажи этой смолы и удовлетворяла другие свои нужды. Одному иноку, подвязавшемуся близ монастыря святого Мины на столпе, преподобный Григорий, предузнав о том духом святым, предсказал о близкой кончине, как и некоторым другим лицам. Неустанно работая над собою, свято соблюдая чистоту душевную и совершенствуясь в добродетелях христианских, преподобный Григорий имел великое дерзновение ко Господу и уготовал себя в жилище святому духу С божественным мрачением шел он тесным путем смиренно мудрого подвига, непрестанным бодрствованием, далеко прогоняя всякое небрежение и вражеские прирожения, так что враг и во сне не мог действовать на его воображение и помыслы. Согласно имени своему, он был воистину бодрствующим в отношении всех дел и помышлений и очистил душу и тело от всех страстей. Рукоположенный в Сан-Иерея, он совершал божественные службы с сердцем сокрушенным и духом смиренным. Превозношение и тщеславие он исторгнул совершенно. Более же всего хранил чистоту православия и в словах, и в делах. Поражая еретиков сколько мог, он словами и писаниями учил поклоняться святым иконам и почитать их по преданию церкви. Многие города очистил он от скверны иконоборства и убеждал даже и самую кровь пролить за святые иконы. Если бы то потребовалось, и сам готов был принять за них смерть и был мучеником по доброму произволению. Превыше всех добродетелей он имел постоянную святую молитву, всегда устремляя ум к Богу. Песнослове и прославляя его со святыми ангелами, он еще здесь получил залоги не из глаголанной радости вечного блаженства. Однажды ночью ему явился в видении ангел Господень, вручивший ему пламенный меч для поражения всей силы бесовской и для отсечения от церкви еретических мудрований, а от сердца греховных страстей. Иногда преподобный, занятый богомыслием, слышал ангельское пение. Так был угоден он Богу и ангелам, что еще находясь в смертном теле, удостаивался уже бессмертных, божественных наслаждений, сподоблялся слушать ангельское пение, которого ухо не слышало, и несказанно услаждаться им. Проведший в Солуне несколько лет, преподобный Григорий с одним из учеников своих пошел в Болгарию, тогда еще языческую, но, не дошедший до нее, возвратился. Когда ученик спросил его, отчего он так скоро переменил свое намерение, преподобный отвечал, «Мне хотелось побывать там, но вижу, что там солнце не светит». Семи словами он пророчески предвозвестил о тех беспорядках, которые вскоре после того там возникли, и во время которых кровь лилась рекою, и вся страна была выжжена. Вслед за тем преподобный Григорий ходил из Солуни в Византию и оттуда на гору Олимп, с которой снова возвратился в Солунь. Так подвизаясь и на земле, помышляя о небесном, преподобный Григорий приблизился ко времени отшествия своего из сей жизни. Тяжко заболев от падучей болезни, он лежал неподвижно на одре и горячо молился Богу, чтобы он освободил его от этой болезни и заменил ее другою, водяною. Бог услышал его молитву. Освободив его от первой болезни, дал ему ту, о которой он просил. И так раздулось тело его, что казалось как бы мехом, наполненным воздухом. Оставив Солунь, преподобный с великим трудом прибыл в Константинополь, дабы противодействовать здесь ереси иконоборства, и уже более не возвращался обратно. С собою он привел также двух учеников из подвижников своих, Иосифа и Иоанна. Первого из них он вскоре послал по просьбе православных иноков в Рим к папе Льву Третьему, чтобы просить у него помощи по случаю открывшегося гонения на святые иконы. Но на пути туда был захвачен подкупленными императором иконоборцем Львом Армянином морскими разбойниками и заточен на остров Кипр. Иосифу не суждено было более увидеть в живых своего великого учителя. Преподобный Григорий вскоре после сего предал чистую душу свою Господу. За двенадцать дней до кончины он предузнал день своего отшествия и велел отвезти себя в странноприимный дом, где двадцатого ноября тихо скончался. Когда пришли погребать честное тело его, приблизился к нему с верою один больной, имевший тяжкую болезнь, так что не мог стоять прямо, но лицо его постоянно обращено было к земле. И вот представилось ему, что кто-то положил на него руку сзади, и он обратился с вопросом к стоявшему около него, не он ли коснулся его. Тот отвечал отрицательно, и больной узнал из всего, что это была сила Божья, осенявшая святого, который и даровал ему исцеление, и он стал стоять прямо, совершенно исцелев от своей болезни. Другой мучим был духом нечистым, но как только приблизился ко гробу преподобного, демон оставил его. Один брат весьма мучим был плотскую страстью и близок к падению, но пришедший ко гробу святого со слезами просил помощи, и плотская брань прекратилась, и он прославил святого и возблагодарил Бога. Так, после многотрудного странства неземного, преподобный Григорий достиг вечного покоя на небесах между святыми ангелами, видения и слышания которых он удостоился еще во время земной жизни своей, и теперь вместе с ними прославляет три святыми песнопениями, единого в троице Бога вовеки. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok